В эфире программа «Закон и успех» Сергей Матевосян Его многие знают как основателя и директора репцентров для наркоманов в Российско-Санкт-Петербурге и в штате Миссури в Соединенных Штатах Америки. После покаяния Бог призывал его к труду с наркозависимыми. История реабилитационного центра New Life USA берет свое начало в 1995 году, когда служитель из российского Санкт-Петербурга Сергей Матевосян со своими друзьями увидели страшную картину того, как молодые люди умирали прямо в подвалах от наркотиков и истощения. Подвалы домов вокруг рынка на улице Дубенко стали заполнены наркоманами. Центр приобрел огромный опыт и известность. Это и послушало тому, что в 2006 году к Сергею обратились служители из славянских церквей США, а также матери детей, попавших в зависимость, с просьбой открыть подобный центр в Америке. 5 февраля 2007 года был основан реп-центр New Life USA. Служители из новой жизни приехали работать сюда, а через неделю здесь уже появились первые люди, нуждавшиеся в помощи. Сколько сейчас реабилитантов здесь, в Мизуровском центре? 16 человек сейчас, в данный момент. Мы можем принять больше. А по какой причине не принимаете? Это все зависит от формирования команды. А желающие есть? Да, желающие есть, они находятся с нами на онлайн, мы ведем с ними работу, подготавливаем их. То есть есть такой этап подготовки, прежде чем человек приедет в центр. То есть мы проводим собеседование, мы объясняем ему всю эту программу, он должен понять, и он должен понять, добровольно согласиться на прохождение. А не боитесь опоздать? У человека сегодня появилось желание, скажем, завтра поменялось? Николай, мы с вами уже, я говорю, мы с вами, я имею в виду всех нас, да, кто не без вас, уже опоздали настолько, что уже столько людей умерли от передозировки, вообще во всем мире, да, и в Штатах в том числе, что нам сейчас боятся еще опоздать куда-то. Нам бы сейчас надо только обороты, так скажем, набирать, чем быстрее, тем лучше. Вот, поэтому мы и так опаздываем. Больше людей умирает от передозировок на наркотиках, чем они спасаются даже в тех сотнях христианских революционных центров, которые уже существуют. Но это одна капля в океане ответ на вот эту проблему. Поэтому мы применяем все, что мы можем, все усилия применяем, да, мы делаем лучшее, что мы можем сделать. И если где-то мы опаздываем, мы и так уже опоздали. Скажи такой момент, вот существует такое понятие среди наркоманов, что вот наркотик в Америке, ну, это просто можно сказать другими словами, медицинский какой-то препарат такой вот, что, в принципе, можно очень долго употреблять и не бояться. Значит, я сейчас обращаюсь к людям, к человеку разумному, да, который умеет оперировать своими мозгами. Вот смотрите, вот давайте думать все вместе. Какое-то время назад те же самые, кто разрешили сегодня марихуану, они же говорили, что марихуана это наркотик, что это illegal и что за это будет тюремный срок. Прошло время, те же самые люди у политики, которые имеют возможность принимать решения, да, они вдруг, что-то у них происходит, и они говорят, теперь это уже не наркотик, теперь это медицина. Другие препараты, да. Но если человек думающий, если человек уважающий сам себя, может размышлять своей головой, а не просто инстинктивно принимать информацию, да, и потом транслировать ее через себя, он должен думать. Мен, как это могло быть? Сначала это было плохо, теперь что-то изменилось, это стало хорошо. Очистили, может быть. Дальше. Ну, по этой схеме ведь можно пойти, дойти до любого вида крайнего безумия, да. Завтра скажут, можно жениться на собаке. И издадут соответствующий закон. Ну, к примеру. И те люди, которые до того считали, что это невозможно, неприемлемо для них, вдруг они говорят, ну, смотрите, приняли закон, значит, он заранее оправданный, заранее хорош. И поэтому, а почему бы нам не жениться на собаках, ну, предположим, да. Или еще что-нибудь. Я сейчас утрирую, но вот по этой схеме можно дойти до крайностей. Поэтому, если люди не привыкли работать своей головой, они с радостью принимают любые законы, которые им преподносят. Но однажды будет еще один закон издан, что пока вот у тебя вот здесь вот чипа не будет из трех цифр, ты ничего не сможешь опирировать. И люди с радостью, даже многие верующие, с радостью это примут, потому что это не будет нарушать зону их комфорта. К тому, к чему они уже привыкли так сильно. И они с радостью пойдут и хлопнут вот это число сюда. Или вот сюда. Но тогда уже все. Это уже последняя, так сказать, черта. Но люди думающие, которые думают сейчас и решают соглашаться или не соглашаться с тем, что им предлагается, они будут думать, наверное, и тогда. И даже будут, может быть, гонимы за эти вещи. Может быть, даже будут убиваемы, как написано в откровении, да. Но они не будут принимать. Они не согласятся с системой ценностей этого мира. Поэтому сегодня у нас вызов. Лягушку варят постепенно. Мы все знаем этот принцип. То же самое постепенно приближается это время Антихриста, где шаг за шагом нас приучают к каким-то благам, которые нам сегодня кажутся благом. Но в итоге, когда откроется звериная сущность того, что происходит сегодня, да, и к чему мы идем, человечество, к чему неизбежно идет, то тогда будет поздно не идти на компромиссы. Потому что эти компромиссы уже проникли в человека вот отсюда до дотуда. И человек ради пиццы, привычной пиццы, к которой он сильно привык, он готов будет продать любые ценности своей души, если они вообще останутся. На тот момент. Потому что компромиссы вымывают из нас все те ценности, которые когда-то у нас были. Но компромисс за компромиссом, компромисс за компромиссом, оправдание того, сего и так далее доводит нас самих до крайнего безумия. Поэтому я обращаюсь еще раз ко всем. Думать своей головой, анализировать это, уважать самого себя. Потому что, еще раз говорю, не все, что предлагается нам сегодня с системой этого мира, это очевидно хорошо. Сколько сейчас реабилитантов в России? В России у нас 150 человек находятся на реабилитации. Одновременно у нас двухгодичный курс реабилитации. Двугодичный? Мы увеличили срок реабилитации. Почему? Потому что изменились наркотики, изменились наркоманы. Наркотики стали более разрушительными и более смертоносными, чем предыдущие наркотики. Наркоманы более разрушенные, более деградированные и физически в том числе, чем те наркоманы, которые были там 5 поколений наркоманов назад. То есть 10 лет назад. Каждые два года приблизительно меняется наркотик на более смертоносные, более разрушенные. То есть это речь идет о России? Речь идет о всем мире. Даже так? Да. И сегодня такие наркотики, как спайси, как крокодил, это зайдите в интернет, посмотрите, Crocodile Drug. Да, я видел. Да, как спайсы разрушают психику и тело человека. Это кошмар. Это просто кошмар. Это еще наш фильм, который мы снимали в 95-м году в подвалах Санкт-Петербурга, в подвалах Дыбенко. Это уже мультфильм, детский мультик по сравнению с тем, что сейчас происходит. Скажи, пожалуйста, как вот с алкоголиками? Такой же процесс или как-то отличается? Окей, значит, с алкоголиками все то же самое. Алкогольная зависимость, она сродни наркотической зависимости и даже она более проблематичная. Объясняю почему. Есть такое понятие, да, вот в сфере, так скажем, наркологии, да, реабилитации наркозависимости. Алкогольная гордыня. У алкоголиков есть свой особый вид гордыни, алкогольная гордыня. Например, алкоголик говорит, я не наркоман, я всего лишь пью, и я пью не какую-то дешевую, я пью французский коньяк и так далее. И я могу пить, могу не пить, у меня семья, у меня работа и так далее, и так далее. Но человек в это же время, злоупотребляя алкоголем, он все больше и больше становится зависимым. Со всеми признаками зависимости. Он уходит в более длительные запои и он становится неконтролируемым человеком, он не может контролировать сам себя. Это признак зависимости, когда человек не контролирует себя. Потом, когда он прекращает пить, он долго болеет. Он, потому что алкоголь, как яд, он воздействует на организм человека, на мозговые клетки. Это не привычка. Это зависимость. Зависимость. Это жесткая зависимость, да. И после этого человек долго-долго восстанавливается, потом он приводит себя в более-менее нормальное состояние. Но, когда он выходит после этого состояния к себе на работу или начинает заниматься какими-то вещами, у него внутри, у него бегающие глаза и чувство вины. Потому что он выпал из жизненного процесса, он был недоступен, телефоны были недоступны, и все знали самое главное, что он в запое. И это стыдно. И человек потом более-менее держит какой-то период трезвости с очередным срывом, еще более глубоким. И так, вот эти круги, они идут все глубже и глубже, пока человек не теряет все. Семью, работу и так далее, и так далее. У алкоголиков есть аргумент. Алкоголь продается в любых магазинах, он легален. Это не есть очевидное зло, как наркотики, потому что наркотики не продаются в магазинах, да. Я не говорю сейчас, вот опять эти извращения, прямо легализацию марихуана. Тяжелые наркотики не продаются. Это illegal, это очевидное зло. Я этим не занимаюсь. Наркоманы, падшие люди. Я достойный человек, позволяющий себе иногда выпить. Но сам человек понимает, что он опускается, это более длительный процесс для алкоголиков, он опускается все ниже и ниже и ниже. Страдает, конечно же, семья. Но если в семье, как в сообществе, да, вот появляется такой человек, который вдруг начинает злоупотреблять какими-то веществами, и это наносит вред ему самому и всей семье. Что делать семье? Чаще всего семья из-за любви, из-за слепой любви, человеческой любви. Она старается помочь этому человеку, чем этот человек успешно манипулирует. Манипулирует на самых святых чувствах своих, родственных чувствах, так, к себе, да. И он начинает использовать. О, я больной, я вот, вы меня должны понять. И так далее, и так далее. Никто меня не любит. Вот, видите, какой я несчастный, одинокий и так далее. И все начинают его жалеть. И это является предметом манипуляции. То есть он дергает за ниточки, делая своих близких людей созависимыми вместе с ним. Например, мама, это реальный случай. Дочка наркоманка. Значит, у нее начинаются ломки. Она кричит, она, мама, я болею, мама, мне плохо, мама, я умираю. Мама, чем тебе, дочка, помочь? Мама, сходи на точку, купи, принеси, и я вылечусь. Это уже не наркотик, это лекарство. Мама берет деньги, идет на точку, оглядываясь, чтобы ее не поймала полиция. Приходит, покупает дозу, приносит дочке. И дочка говорит, у меня руки трясутся, сама сделай мне укол. И мама делает укол дочке, и дочка успокаивается. И мама думает, что она помогла сейчас ей. Но мы говорим маме, потом мы уже, когда беседовали с матерью, говорим, вы своими руками материнскими ввели очередную дозу смертоносного яда в вены своей дочки. Она говорит, но я же ей помогала, ей же было плохо. И вот это безумие делает родителей созависимыми со своими детьми со всеми признаками. Они так же лгут, они так же воруют. Например, одна мама со своим зависимым сыном, отец антикварщик, жили прямо в центре Питера, живут до сих пор. Из дома у отца воровали вместе с сыном мебель, какие-то антикварные вещи. Вместе шли на точку, продавали за бесценок для того, чтобы купить дозу. И потом мать врала своему мужу, жена врала своему мужу. Он говорил, куда пропали вот эти вещи. Она говорит, не знаю, не знаю. И в общем, но воровали вместе с сыном, думая, что она помогает ему. На самом деле, прошло несколько лет, и сын превратился в полутрупа. Сын уже умирал. И мама в этом участвовала. А срок реабилитации для алкоголика такой же? Абсолютно одинаковый. То есть мы не разделяем виды зависимости. То есть это алкогольная, наркотическая, игровая зависимость. Или иные зависимости. Компьютерная, например. У вас еще нет реабилитации от компьютера? У нас есть люди, которые проходят реабилитацию, проходили от гэмблинг. И, в общем-то, люди потеряли все, потеряли свои дома, продали, проиграли своих детей, проиграли свою семью, жену проиграли. Проиграли все. И это были люди, бывшие военные там и так далее. То есть это люди, которые, это такая же зависимость. И у человека, который сидит на гэмблинг, у него такие же ломки, как у наркомана, который принимает химию внутрь тела. То есть психологически, такие же ломки. Поэтому мы не различаем программу для тех, для тех. Это общая программа, она универсально работает для любого вида зависимости. Как человеку определить тому же самому алкоголику или... Ну, наркоман, понятно, наркоман начал, так понятно, что он уже зависимый. А вот есть категория людей, алкоголиков, которые, ну, вроде они независимые. То есть периодически. Он может месяц не пить, а потом в неделю в запой зайти и так далее. Если у человека, который решил в своей жизни позволить присутствие алкоголя в своей жизни, начинаются неконтролируемые процессы, это уже зависимость. То есть если человек уходит не на неделю, а даже человек может пить целый день, хотя бы один день, и потом иметь последствия тяжелые на следующий день, это уже алкоголизм. Скажи вот по наркоманам. Как можно повлиять на человека? Вот, скажем, родители, они постоянно мечтают, хотят, чтобы своего сына, дочь отправить в реабилитационный центр. Но далеко не все реабилитанты, а вот, скажем, наркоманы, они не хотят этого. То есть как повлиять и как можно, как вести родителям себя в таком случае? Значит, есть этапность в употреблении химических веществ. На первом этапе, мы его условно называем этап розовых очков. То есть человек принял какую-то химию внутрь себя, он получил некую эйфорию, то есть некое измененное состояние психики, пробыл в этом состоянии какое-то время, пришел в нормальное состояние, и все это подкрепляется наркотической философией. Вообще наркомания – это не просто зависимость, не просто там это химические вещества или противозаконная деятельность. То есть наркомания – это религия, основанная на лжи. И нужно рассматривать ее именно таким образом, потому что наркотик – это тот инструмент всего лишь дьявола, который превращает человека в слепого исполнителя чужой воли, не своей воли. А воля – это саморазрушение и разрушение всех вокруг. И мы понимаем, что все зло исходит от кого, да? Мы понимаем, что вся ложь исходит от кого, кто отец лжи. Так вот, через вот этот инструмент, который изменяет состояние человека, воздействуя на человека, человек становится зомби, просто зомби. Это уже не сын, это уже не дочь, которые были до употребления наркотиков, это уже личность, которая измененная. Это уже личность в личности. Я не говорю сейчас об одержимости духовной, о прямой бесноватости и так далее. Это более легкая проблема – бесноватость. Потому что, как, например, Гадаринский бесноватый, который был одержим легионом бесов и так далее, после того, как Христос освободил его, он стал нормальным человеком. Он пошел и начал свидетельствовать о нем во всех своих селениях, где он жил. Наркомания – это более коварная, более разрушительная проблема, чем просто одержимость бесами. Не то, не то, не хорошо. Но наркотик имеет еще столько левелов, так скажем, подводных камней, которые часто люди на поверхности не видят это. И поэтому вот этот этап розовых очков, он сопровождается не просто изменением состояния, но и философией. «О, я не такой, как все». Мы принадлежим к особому обществу людей, которые познали нечто иллюзии. То есть реально так думают? Абсолютно. Иллюзия рая. То есть это элитное общество, это такое секретное общество, такое тайное общество. У нас есть сообщность какая-то на первых порах. Мы владеем какой-то там некой тайной. Это, конечно же, влияние, абсолютно тупое влияние на человеческое эго. То есть человеческое эго расширяется, начинает расширяться безмерно. Я. Все начинает крутиться вокруг одной личности. Вокруг личности наркозависима. Но есть второй этап. Этап черных очков. Когда человек уже понимает, что он попал, что он зависимый, что он деградированный, что он уже разрушил свое здоровье. У него уже сыпятся зубы, у него уже есть гепатиты, HIV и разные сопутствующие. У него есть проблемы с полицией, у него есть проблемы с работой. Одни проблемы. И он начинает понимать, что он попал. Это этап, когда у человека розовые очки меняются на черные очки. И он понимает, что все плохо. И в этот момент человек ищет какой-то выход из этой ситуации. Чаще всего настоящие выходы, они завуалированы. И все даются ложные двери. То есть открываешь дверь, а там стена. Открываешь дверь, а там стена. Например, один вид наркотика меняется на другой. Например, метадоновые программы существуют такие. Метадон точно такой же наркотик, как и все остальные виды наркотиков. Просто, еще раз говорю, это вот мы возвращаемся к марихуане, к легализации. Просто вдруг кто-то решил и смогли это продвинуть на политическом и на псевдонаучном уровне. Что вот один вид наркотиков. То есть за этим стоят деньги, да? Естественно. За этим стоит сегмент наркорынка, который легализовали. Теперь за спасение метадона нет никакой ответственности. То есть метадоновые программы. Но каждый наркотик стоит денег. Просто за этот наркотик он не платит свои деньги. За это платит государство. Смотрите, какой бизнес. В Штатах, насколько я общался с участниками метадоновых программ, 250 тысяч человек сидит на метадоновых программах. Ты представляешь себе, у тебя легально 250 тысяч клиентов. И за все это платится. Только платит государство. Это супер бизнес. Но люди остаются по своей сути наркоманами, зависимыми людьми. Они, их жизнь не меняется. И многие метадоновые наркоманы применяют вместе с метадоном и другие виды наркотиков точно так же. Хотя, если ты участник этой программы, тебе делают тесты. Если ты принял другой наркотик, тебя могут снять с этой программы. Ты должен принимать только этот наркотик, который назвали лекарством. Поэтому на том этапе, когда у человека розовые очки, очень сложно достучаться до него. Но задача родителей не становиться созависимыми со своим сыном, покрывая его, так скажем, зависимость и способство его зависимости. А задача родителей прочертить границы. Как? Которые он не может переступать. Как, например? Давай будем говорить не о ком-то, а буду говорить о себе. Я очень доволен своими детьми. Слава богу, они не попали в эту беду, потому что они выросли в центре. И у них такая прививка от этого. Они более склонны к занятиям спортом, чем к употреблению каких-то веществ. У меня сын серьезный спортсмен, выступает на чемпионатах мира и так далее. В следующем году будет выступать в Вашингтон-Ди-Си на чемпионате мира. Значит, по пауэрлифтингу среди пожарных и полицейских. Файлгеймс такие есть. Он спасатель, пожарный человек. То есть, не пожарный, а спасатель, как 911. Здоровый парень там и так далее. Я доволен. Но если бы мой сын, вдруг я стал бы замечать, что он употребляет какие-то вещи. Его жизнь и стиль жизни изменился. Он стал лукавить, лгать. Из дома стали пропадать вещи. Он стал вести ночной образ жизни больше, чем дневной, как нормальные люди ведут. У него появились какие-то связи, какие-то звонки странные, какой-то разговор странный. Что-то берут, приносят, раздают и так далее. Вдруг какие-то проблемы с полицией, с воровством начались и так далее. Я понимаю, что мой ребенок стал зависимым человеком. Что мне делать? Я начинаю бить в колокола, он меня начинает игнорировать, он становится неконтролируемым со стороны отца, матери. И я вижу, что я теряю своего ребенка, я теряю нити воздействия на него. То уважение, которое было, пропало. То семейная общность разрушается и так далее. Из дома начинает что-то пропадать. Я начинаю переживать и так далее. Что мне, как родителям, делать? Чаще всего родители делают все с точностью до наоборот. Первые шаги, с самых первых шагов они делают абсолютно неправильно. Они становятся невольными спонсорами своего ребенка, нарко-спонсорами. То есть постоянно попрошайничают, дают. Он начинает лукавить, обманывать, мне нужны деньги на то, я задолжал туда-сюда. И начинает тянуть деньги. Он начинает не приносить деньги, если он работает взрослый человек, а тянуть деньги. И родители, как правило, ведутся на это, потому что это мой ребенок, я его люблю и не хочу. Один элементарный случай. Наркоман забегает домой. Мама, вон там внизу, я задолжал там 500 долларов. Вон там внизу стоят люди, сказали, если сейчас не принесешь 500 долларов, мы тебе отрубаем голову, горло перерезаем, все, ты не жилец. Родители в страхе дают 500 долларов, он спускается, там ждут его двое друзей, они идут на точку, покупают наркотики и употребляют их. Родители повелись, родители купились на это. Те родители, которые, был такой случай, когда родители сказали, вот дверь, и ты больше не зайдешь в этот дом, потому что ты разрушаешь своих братьев, сестер, отца, мать, ты все воруешь отсюда, ты не можешь. Мы любим тебя, но мы не принимаем твое состояние, твой выбор. Поэтому мы, как семья на семейном совете, говорим тебе, или ты едешь в революционный центр, и серьезно занимаешься своим вопросом, и приезжаешь через какое-то время после окончания программы нормальным человеком, и работники центра подтверждают, что ты действительно закончил, что ты действительно изменяешь свою жизнь, ты встал, у тебя изменились ценности, там и так далее. И тогда у тебя есть дом, мама, папа, братья, сестры, мы тебя любим, мы тебя ждем. Но пока ты разрушаешь наш дом, мы тебя от нас отстраняем. И он на девятом этаже вот так вот открыл окно и говорил, и сказал, смотрите теперь, как мои мозги сейчас будут, значит, если вы не измените свое решение. Семья имела мужество сказать нет. Нет. Конечно, он никуда не выбросился, это был просто наркоманский театр. Наркоманы – это такие артисты, перед которыми Голливуд отдыхает. Отдыхает просто. Поэтому у нас есть такая установка, такая, ну как бы, сейинг такой есть. Наркоман сказал здрасте и уже соврал. Что делать в таком случае, если, скажем, ребенок ушел из дому, в конце концов он понял, ну как бы, очнулся, пришел в себя и возвращается вот со слезами, все, я нормально, отлеживается там 2-3-4 дня, ломки проходят, отъедается и в двери опять пошел на свои. Наркоман сказал здрасте и уже соврал. Надо помнить этот принцип. Возвращаемся к золотому правилу. Приходит, плачет, все хорошо, я осознал и так далее. Нет, это неправда. Такого быть не может. Чудес в этом смысле, фейковых чудес не бывает. То есть сам по себе он не остановится? Никогда. К сожалению, никогда. Если бы наркоманы могли остановиться, бы сейчас проблемы наркомане не существовало. Проблемы алкоголизма не существовало бы. Сегодня я зависим, завтра я решаю, и я уже независимый. Вообще, мы бы сейчас не сидели бы здесь, не разговаривали на эту тему, мы бы сейчас говорили бы о проблемах ожирения. Но так как мы говорим о проблеме зависимости, жесткой зависимости, смертельной зависимости, мы говорим о том, что естественным образом из этого состояния не выбраться. здесь нужно глубокое вмешательство тогда бы не было бы и медицины у меня аппендицит приступы аппендицита я решил что у меня его нет я его проигнорировал у меня сам рассосался такого не бывает только через операцию то же самое здесь только через с серьезный процесс реабилитационный восстановительный процесс возвращение человека это как за волосы из болота его тянуть понимаете это это нужно очень серьезный процесс длительный процесс чтобы его вернуть в прежнее состояние ну к сожалению наше время конечно подошло концу спасибо за такой вот искренний диалог я думаю что многим родителям есть что послушать и взять пример с вами друзья мы прощаемся до скорых встреч в эфире с вами был ник закон успеха а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»